Ну что ж, добрый вечер еще раз, друзья, дорогие мои любимые зрители. Астралис против Фнатик, второе противостояние, вторая карта. Ух, АНК не с удовольствием для вас комментирует, если про лига пятый сезон, и это карта Д-трейн, Астралис играет в атаке. Так есть, Фнатики будут защищаться, три игрока сейчас находятся на точке А. Был с ними также Олф Мейстер, который, однако, решил перетянуться на Б во избежание какого-то быстрого выхода от атаки. Атака у нас дожидается выхода от JV, он пушит теле, не понимает, что там есть засада. Так что нужно просто ориентироваться с этой позиции. Это у него получается. Соответственно, первый контакт там с Маком просто отрезал здесь сейчас своего противника. Ну и, соответственно, Астралис очень быстро будет выходить через данную позицию. У них это, наверное-таки, неплохо уже получается. И по тупикам можно даже пройти на Контровский респаун. Да, тут очень неплохо Астралис отрезались с Маком. И этот выход в Делине. Юпри делает минус по Кринзу. Сейчас Девайс перестреливается на вершинство. Возможно, это будет ключевой минус. Деннис с JV разбирается с Аплентом совершенно без проблем. И тут уже просто со всех сторон затыкали игроков Астралис. Ну и ситуация 1 в 4 мертвая для Девайса. Он пытался, очень долго там мучил своего оппонента наверх-вниз. Но в итоге его оппонент все-таки победил. Это был Лофмейстер. Но там Девайс крайне вот, не знаю, что-то у него со стрельбой просто не получалось. Он очень много потратил патронов на своего визави. Ну вот, мне понравилось то, что исполнили Астралис с Маком очень классно. Они отрезали зеленку и продавили вот то, что ты как раз таки сказал, что не могли пройти на рест. Но, знаешь, вот весь раунд практически 4 человека находилось на Апленте. Очень компактное расположение было у игроков команды Фнатик. И они там очень круто действовали на хелпе друг к другу. Там еще очень круто сработала девятка. То есть если бы не девятка, то в принципе могли бы выйти Астралис. Просто так получилось, что Глаки проиграли эти перестрелки. И как раз таки большинство ситуаций против позиции, в которой находился, если не ошибаюсь, Джаспер Вексел. А именно на девятке были сделаны минусы. Сейчас у нас, возможно, первый залетит от него же на зелени. Там Дюпри уже погибает от Максимова. Неплохо действует Джей Ви. И нет пока что выхода от остальных ребят из команды Астралис. Выпад от Нейва через ног наверх-низ. Лофмейстер все это дело контролит. Пока что не отвечают на этот минус. Но рано или поздно будут выходить Керби и Компания. Напоминаю, что в этом раунде закупились Астралис. Есть Теки, есть Петлс от 50-й, Арморы. Но вот по гранатам все довольно-таки печально. На этом этапе этого раунда есть только одна флешка и смок. Ну, Форс Бай от Астралис они уже потеряли одного. Очень тяжело брать форсы, на самом деле, на карте Детрейн атаки. Если вот нету какого-то раскида и быстрого выхода в мид, то там, конечно, крайне тяжело. И вот сейчас как раз таки наглядно мы видим, что по позициям все хорошо. Для Фнатих. Джи Ви делает минус по девайсу. Потеряли здесь Денниса. Керба его удачно переселял. Но, тем не менее, ситуация 4 в 3. Начинает заходить на плент. По крайней мере, пытается зайти на плент Астралис. Но здесь у Фнатих все хорошо. Просто закрыто. Хорошая позиция. Джи Ви совершенно необязательная смерть. Вот то, что он сейчас делал, это такое, действительно, это в его стиле. Побежать, сыграть агрессивно. С дробовиком совершенно не зацепляться для того, чтобы погибнуть. И он в ней падает. Но здесь Кримс мы видим, что и Флюша, и Олаф Мейстер четко все делали. Закрыли они все проблемы на пленте. И форсбайт для Астралии закончился ничем. 2-0. Ну и сейчас еще один раунд экономический с глоками. Наверное, слишком долго стояли все-таки датчане. Вот вышли на точку А. Но там вот все успели уже игроки защиты перетянуться. Соответственно, было тяжело выйти и хотя бы попытаться поставить эту бомбу. Фнатих сейчас могут выходить уже на счет 3-0. А тем временем, друзья, мы, имея такую возможность, поздравляем команду Норс с тем, что она попадает 100% уже в ландфинал пятого сезона. На ESL Pro League ребята вышли на 48 очков. И никто уже их не выбьет в топ-6. Ну, эти датчане молодцы. Сейчас Астралии с Брисфиктомом тоже укрепить свои позиции. Но нужно еще вторую карту против Фнатик выигрывать. Фнатик, кстати, стали еще дальше от тех самых ландфиналов. Но здесь можно приложить максимум усилий для этого, чтобы забрать себе этот трейн. Вернее, Инферно они уже проиграли. Но вот в этом раунде ни одного минуса. Только вот Клюшу накалили. 11 с КП у него осталось после этого контакта. Но минус 3 от Робина Ромкеста. Он очень круто подформил. Много денег сейчас у защиты. И будет ли АВП? Конечно же, отклим за. Летит она на руки к JV. JV обычно у нас отвечает за зелень. Возможно, даже будет ее поджимать. Но если не в этом раунде, то в одном из самых важных. Он любит таким заниматься. Так, ну тут нужно обратить внимание на то, что Фнатик сразу же занимает в четвером точку А. Откидывает молота в мейн. Откидывает от тиражевые гранаты. Для того, чтобы не дать возможность, скажем так, совершить ран не пуш команде Астралис. Команда Астралис любит это делать. Они любят играть агрессивно через мейн. Ну и Фнатики занимают А в четвером. Но мы видим, что уже два игрока находятся на Б. То есть, вот, довольно стандартная схема, да, для обороны. Когда четыре игрока фокусят аркаду. И потом четвертый отходит на Б. И стоят уже в классическом расположении 3 плюс 2. Так, JV находит минус на зелени. Все-таки нашел он этот фраг. Это очень важный entry kill для Фнатик. Для того, чтобы победить в этом раунде. Очевидно, что большинство уже позволяет сыграть неплохо. Кримс. Тут еще вот какая-то агрессия второй волной заходит от Фнатик. Но Кримс. Тонкие моменты. В итоге он выиграл на перестрелку у Кьярва. Еще и при этом дальше Флюша лезет. И вот Фнатики весь раунд выиграли по сути тем, что по очереди играли агрессивно на зелени. И это принесло к нему дыне. Конечно, в своем стиле. Я не думал, что в этом раунде такое будет. Но почему бы и нет, как говорится. Спрашивает он себя и нас в том числе. Пошел, сделал open frag. Кьерби сразу же на размен не вышел. Хотя JV оказался не в самой лучшей позиции. Ты видишь, где он его убивал? В середине этой кишки. По сути, JV как бы не мог отойти. Ему нужно было принимать эту дуэль. И если бы Кьерби вышел сразу же, то все было бы, наверное, нормально. Хотя загадывать не стоит. Стоит у нас также девайс. Флюша находит Глейва. Раунд очень даже неплохо залетает в пользу команды Фнати. Только одного Кримза потеряли. Соответственно, уже ужасающая просто экономика для шведов. Но Астралис как-то совсем не уверен. То есть, ну... Тут все начиналось, наверное, с пистолетного раунда. С хорошего выхода через зелень, с тупиков. Но потом вот встречается жесткий какой-то игрок команды Фнати, который работает за двоих и за троих. Ну, в предыдущем раунде, конечно, Ржеви вместе с Кримзом загрели все вопросы. И уже в меньшинстве атаки было очень тяжело действовать, потому что еще и времени было мало. И пространство тоже все было перекрыто. В этом раунде уже первый урон нанесен был к Зипиксу. 66 кп у него остается после встречи со сколочной гранатой на коннекторе. Раскидка точки А. Будет выход через мейн. Ирби вместе с тиммейтами получает очень хорошую хаишку от защиты. Теннис работает через перимку. Кримс через Суэплэнт. И у нас в целом 4 км команды Fnatic готовы к этому выходу. Пятый тоже перетягивается, но здесь все перекрывается. Солидная игра от JV. All of Master тоже подключается. Бомба поставлена. И это уже плюс для Данской пятерки. Но дело в том, что дальше минусов не будет. 5-0. Но все-таки денег немного подзаработали. Программу минимум выполнили. Ну и Деннис тут делает три завершительных, заключительных минуса в этом раунде. Он очень удачно внедрился на трансформатор и просто там всех оставшихся игроков команды Astralis разбомбил. Но главная задача была для датчан поставить бомбу и выполнили они ее успешно. Хорошие смоки. Вообще в целом хорошая раскидка. Мы видели вот как в этом раунде, как за счет дымов просто то есть что было у Astralis? Дымы и пистолеты. Да. И все. Как за счет дымов можно просто прийти на точку и не видеть совершенно оппонентов. То есть все игроки команды в Татик были полностью отключены от экшена. Они совершенно никак не могли толкунуть, никак не могли закрыть ту или иную позицию. Ну и то есть они осознанно даже не пытались ворваться в эти дымы. То есть была перетяжка, четыре игрока, даже пятый мог выйти с коллектора. Так что там вместе в любом случае ребята сыграли очень хорошо. Есть первый минус. Наконец-то первая кровь от Керби. Деннис погибает. Без шансов просто Кримс остается вот в этой позиции. Возможно даже найдет свой минус. Там два игрока остались, которые готовы выходить после смока, конечно же. Но вот есть уже хорошая новость. Девайс, выпад через мейн, просматривает неплохо даже эту позицию. И в принципе можно даже забрать электрик бокс, через который действует аллофместер. Есть хедшот, но слишком быстрый Николай Айц. Джейв под ним. Девайс промахивается. 13 кп остается у него. Но вот Джейв. Какие решения? Пушит ли дальше своего противника? Девайс живет дальше просто. Ну и не получается дальше против Джейв. Плюша также находит к Зипикса. Выход под кем. Вместе с ним. Через зелень. Живи забрать еще одного соперника Дюбри на размене. И все сводится к ситуации 1-2 от Флюша. Но дело в том, что последний игрок команды Фнатика очень красный. 14 кп. Еще и смог лежит в коннекторе, который не даст ему действовать через данную позицию. Соответственно, это только сейв или хотя бы там выход с попыткой кого-то из противников забрать для того, чтобы ухудшить экономику команды, остались на следующий раунд. Но это уже первое очко для датчан. Ты знаешь, мне кажется, вот Фнатики уже переагрили на зелень, им нужно остановиться. Потому что вот они... Рано или поздно они должны были понять, ребят, но это сработало раз. Ну нельзя. Просто каждый раунд они пытаются там как-то взять быка за рога на этой зелень и очевидно, что рано или поздно они проиграют. Замес. И что и произошло в этом раунде. Ну и вот первый... Выжил максимум, забрал противника, но вот Депри единственный, кто выживает после этого раунда. Вот посмотрите сейчас на деньги команды Фнатик. Все просто в шоколаде для шведского коллектива. Возможно, даже будут действовать два ВП. Уже появляется такой девайс у товарища Джей Ви. Олаф Мистер тоже со снайперской винтовкой. Так что все в этом плане было прогнозируемо, скажем так. Очень часто Фнатик имеет деньги и именно так закупается. Неважно, в защите или в атаке. Ну, на трейне два ВП в защите. Хороший набор. Здесь вопросов нет. Джей Ви перестреливает своего Визави минус девайс. Очень быстрый выход от Астралис. Хорошая дыма, под которой можно действовать. Но Олаф уже работает на хелпе. Он выходит с коннектора, забирает Глейва. И здесь, судя по всему, задумка от Астралис была именно такой, которую мы уже видим в финале. То есть это раскид Аплент А и выход на Б. Был очень быстрый раунд. Планировали, во всяком случае, остались его сделать. Три плюс два. Три игрока вышла на верх-низ, но получили под себя молотов. Соответственно, ничем не смогли помочь двойке, которая погибала. Но уже сработали АВП. Одно из которых уже было потеряно в этом раунде. Но и Деннис поджимает все-таки. Тим Эйн забирает Дюпри, который пытался действовать через верх-низ. К Зипикс вместе с Керби. Два в четыре. Но здесь должны ребята показать что-то из ряда вон выходящее. Чтобы потащить этот момент. Олаф вместе запирает все-таки к Зипиксу. Керби последний и ему еще и в спину заходит товарищ Кримс. Так что здесь без шансов. Да. Все четко. И Фнатик раунд отдали. Тут же раунд взяли. Ресет экономики для Астралис. Денег не будет. Вряд ли они будут в этой ситуации форсить. Очевидно, что это будет экономический раунд. И Фнатик очень серьезно нацелен на то, чтобы выигрывать этот рейн. Ну, как-то заиграла команда. Вот на Инферно я уже, повторюсь, вот сыграли неплохо на первой половине. Потом просто полный провал в защите. Ну, вообще ничего не получалось. Соответственно, сейчас, конечно, команда по-хорошему разозлилась. Да, то есть, нужно было, конечно, делать это раньше, но и так неплохо. То есть, сейчас уже есть возможность для того, чтобы выйти. О, что? Это был прострел до суточки. А, где я как раз в этот момент наблюдал за Керби, это было очень жестоко. Потому что нагоняй там по затылку только что получили команды Астралис. Девайс принимает Рюшу, который уже успел забрать Глэйба. Олаф Мейстер работает дальше с АВП. Ну и Девайс вместе с Титрисом будет просто закрывать. Но, по-моему, поставили. Это уже хорошо, учитывая то, что сейчас играла команда только с одними пистолетами без бронежилетов. Девайс еще одного противника находит. Это уже успешная ЭК. Так, вот, кстати, где прострелили пацака. Ну, это дефолтный прострел, скажем так, который обычно делает игрок защиты, который действует через один из вагонов на точке А. То есть, это проще всего как раз таки так сделать. Но, это команда ФНАЗа, которая знает, что, где, куда. Ну и в прошлом роде они нам это показали. Пять калашей вот остались. Так, ну что, закуп явно у проблемы у датчан. И, ты знаешь, мы еще не увидели хороших тактик по большому счету. Были вот точечно раскидки неплохие, но так, чтобы, знаешь, какой-то полноценный такой зажим 2-2-1 выход на точку А. Пока не просматривается отдастся от коллектива. Живи на зелени, как всегда. У него здесь куча экшена, ему здесь экшена хватает. Всю дорогу пришел к ему на хелпу Доктор Гримс. Не пытаются здесь фокусить на ранних таймингах эту позицию, но и тут вот какой-то такой дефолтик разыгрывает Астралис. При этом есть контроль коннектора перед точкой бетом. Кзипикс играет, Лейв просматривает верт-низ, Девайс играет команда Фнатик, 4 игрока на Апленте, ну и Флюша один опорник на Б. Ну и вот ты знаешь, Астралис, вот сейчас мы видим контроль коннектора от них перед точкой б, но это происходит вот чуть ли не первый раз за всю атаку и даже при всем при этом Астралис не пытается сделать так, чтобы Фнатики стояли 3 плюс 2. То есть Фнатик сейчас совершенно комфортно удерживает карту в расположении 4 плюс 1, при том 2 АВП находятся на Апленте. Ну и вот Тиви доигрался просто, он просто там доигрался на этой зелени. В очередной раз у нас просто зелень пушится, погибает, и что самое интересное, Фнатик перетягивается на точку Б, и все чего? Игра там находится, хотя ну не было там особо никакого движения, но были некоторые раскидки, но в целом ошибается сейчас существует коллектив, но Теннис убирает Глейва, ответ от Герби, два минуса по Крепцу и Теннису, Девайс также не пускают лофмейстера через сотку, и последний флюша у нас остается, этот товарищ, который играет роль опорника на точке Б, который сказал, ребята, видимо я вам какую-то неправильную информацию ну да, там похоже на то, что такое ощущение, что в меньшинстве попытались как-то угадать, и может быть там что-то услышал флюша, и поэтому команда Снатик отдала все позиции на Апленте, и как раз таки в этот момент Астралис воспользовались тем, что зелень была свободной зоной, после того, очень часто, очень часто буквально каждый вечер, когда комментируем, когда команды, которые остаются там в ситуации 3 в 5, 3 в 4, то просто перетяжка идет на одной из позиций, даже не смотря на то, что были сделаны какие-то фраги или раскидка идет как раз на другую позицию, на другой план, но вот здесь не зашло абсолютно провальный раунд для команды Снатик, почему? Потому что все начиная с поджима, GV очередного, там его уже ждут, и постоянно будут ждать, так что нужно как раз вот по этому поводу задуматься на следующие раунды, вот вроде было преимущество, но вот еще один такой раунд, его можно просто разбазарить без шанса, можно отдать, то что вы зарабатывали не по сильным трудам. Да, тут, ты знаешь, вот и денег было, вспомни, просто с запасом, а сейчас вот деньги имеют свойство заканчиваться и потихонечку экономика у Снатик портится, по чуть-чуть, по чуть-чуть Астралии скопают, копают и могут копать яму, которую провалят Снатик. Два раунда пока для Датчан, но здесь, конечно, Фнатик нужно сразу же отвечать и не давать наблюдаться Астралис, чтобы вот не набрали преимущество в атаке, потому как впереди еще Фнатик. У Фнатик предстоит игра за террористов и мы не знаем насколько они оптимально могут отыгрывать. И вот что нужно сделать Фнатик в первую очередь, это вот перестать живи там пушить зелень, это факт. Да, уже как минимум два раза просто подвел свою команду за счет таких вот агрессивных действий. У нас есть выпад от Девайса, который со своим АВП готов ворваться через Электрик. Это уже очень интересно. Кримс против него готов тоже действовать на пленте. Готовится раскатка. Команда Астралис, но Плей врывается и запирает все-таки Денниса, который тоже играл агрессивно к Ерби, находит голову Кримса. Это провалище, но дальше Плюша врывается, но неплохо. Минус Глэйв, минус Девайс и также Джейли. По минусу, отивокос, где-то было за гранью возможного к зипе, в ситуации один на один против Девайса. Это минус 3 или минус 2. Это как раз-таки третий минус для Джейли. Он тащит раунд для своей команды и она побеждает на первой половине этого трейна. Джейли спас свою команду сейчас. И замечательные действия с АВП. Это просто энциклопедия того, как нужно играть со снайперской винтовкой на точке А на карте Дэдерейн от Джеспра в Эксела. Спасибо за хайлайк. А как же так вот не повезло Астралису. Они сделали 2-3 килла и игроки команды Фнатик там оставили красных там точно двоих, если я не ошибаюсь. Ну там по головам прошлись знатно. Я согласен. Там 9-11 хп, но дело в том, что эти парни в секунду просто развалились от флюши, который выходил через дроп и от остальных ребят, которые на себя тоже обращали внимание игроков, которые вот за террористов вроде как неплохо выходили. Были минусы, но в целом не смогли разобраться, потому что вот в одну секунду слишком много игроков атаки оказалось в одной позиции. То есть такая неразбериха. Ну и с этим, конечно, Фнатик очень круто разобрались, но и Джей Ви как же хорош в этом раунде. Уже есть демэдж по Кьерби. 18 хп у него остается под стену смоков. Выход от атаки. Врывается Деннис в этот смок. Погибает Экзипикса. Кьерби тоже читает позицию от Джей Ви. И Флюша тоже не пальцем деланный персонаж. Он будет дальше действовать против Глейва и Олаф вместе спускается через дроп. У него важная позиция. Хотя бы одного нужно собирать. Это Кзипикс, который его контролит. Есть минус. Ситуация уже 3 в 3. Так, заходит на плент Флюша. Есть также неплохая позиция для Кримза. Он контролит зеленый вагон. И в принципе Флюша может здесь фейкануть и спокойно дальше сидеть. Ой-ой-ой, как же ошибается Кримс. Его забирает Девайс, а два игрока по-прежнему за зеленым вагоном на морозе просто диффузируется бомба. Как же так? Так, Клюша, дальше. Только Девайс вместе с Дюпри, но тут будут дергать. Тут будут дергать. Дюпри под кражкой врывается у нас один из бойцов атаки. Это был Дюпри, который и оформляет последний минус на игроке команды Fnatic. 8-3 и Астралис возвращается за счет этого раунда. Ты знаешь, я вот посмотрел на печальнейшую картину экономики команды, которая сейчас в защите вынуждена просто закупаться всем, чем только можно. Там слишком мало было денег. Соответственно, у нас есть скаут от All of Meister, ЦЗ, Кримс, Флюша, Дигл, 5-7 от Денниса и P250 от GV. У всех разное оружие и уже один из них погибает. Это был All of Meister, который не смог справиться с девайсом. Есть первая кровь и это был скаут, который пытался выйти через коннектор и отлетел от М-ки, который уже будет подвигаться дальше на точку А. Контакт также под Б. Деннис, выход на коннектор никакого результата не получает он. Ну и GV находит голову Дюбри. Это уже интересно. Но вот девайс в очередной раз выход от GV и только сейчас Флюша отвечает на дело в том, что его будут просто загонять. Это лучше всех получается у Кьерби. Последний Деннис, 29 хп. До свидания, команда Фнатик в этом раунде. 4-8. Ну это Форс и вот дальше еще одно эко и это 5-8 для Астралис. И вот так вот счет был 7-2 и вроде как и разгром и все хорошо и все контролируется. Но раунд взяли, раунд отдали, ресет экономики, девайсы потеряли. Все. Все. Было огромное преимущество и вот теперь его уже нет. На Астралис наверняка заберут 5-й и эти парни в подобных ситуациях умеют нажимать максимум и брать то, что им на право принадлежит. Возвращается датская команда. Но вчера ребята играли против G-Tolk. Если не ошибаюсь, тоже была карта трейд. Там была провальная сторона атаки, но потом попытка камбэка достаточно неплохая в защите. Ну и здесь уже неприлично много наверное набирает Астралис. Будучи за террористов в этом раунде просто не буду в свой лукавый выход на точку B. Есть минус Флюша. Ну и знают ребята то, что очень часто Флюша оставляет там в одиночестве. Не всегда гордым, скажем там, потому что Флюша как бы не работает вообще на этом трейдинг. Почему? Потому что у нас обычно проваливается точка A и Флюша как вот между двумя огнями. Ребята, ну как же так? Доставляйте меня одного на Б, но сами в четвером не принимайте А. И нужно как-то вот по этому направлению дальше работать в команде Фнацик. И ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы остались, забрали еще один раунд. Потому что если они забирают его, то уже очень велика вероятность того, что Фнацик закончат эту сторону с расчетом 8-7, а это будет провал. Ну, АВП нету сейчас, кстати, для Живи. И возможно, это даже будет проблемой для команды Фнацик, потому как все раунды, которые они брали перед этим, работало очень активно. АВП на зелени и Живи там просто один раунд точно даже просто взял чисто, ну не то чтобы в соло, но сделал там три килла после того, как потеряли всех игроков. Там ситуация была, по-моему, чуть ли не 2 в 4 в защите. И тогда, конечно, АВП сыграла ключевую роль, да и в целом Живи. Сейчас АВика нету, есть только Эмочки, Эмочки-двадцаточки, Эмочки-тридцаточки у команды Фнацик. Ну и по гранатам минимум. Так, у нас есть размены в Медле, Аулов забирает девайсы. Девайс предварительно сделал минус на Деннисе. Ну и вот похожий дефолт разыгрывают Астралис уже не первый раз. Керби Дюпри работает на зелени, Глэйв в Медле, Экзипекс контролирует коннектор. Ну, в таких случаях, вот в таких раундах, когда медленно играли Астралис, обычно у Фнати появлялось преимущество за счет просто, за счет того, что они всегда, ну вот я обратил внимание, да, в дефенсе, что Флюша играет в соло на Б. Очень редко здесь стоит 2 игрока. Очень редко. И, честно говоря, Астралис вообще Б-плэнд в оружейных раундах совершенно не напрягают. Они хотя бы сюда какого-то люркера запускали бы, они даже этого не делают. И это позволяет с Найтиком стоять 3 плюс 2, и здесь все очень комфортно для команды на А-плэнте. Ну, будет ли комфортно Олмаху? На головом вагоне есть минус по Керби, тут же можно прыгать дальше. На Дюпри тоже отлетает у нас Петтер, но и Кримс подключается к этой Котовайсе просто при выходе своих соперников на точку А. Глейф на размене капитан команды последней, но и здесь, конечно, все есть для того, чтобы Фнатик поделил на 9-й раунд. Глейф отлетает от Олоф Мейстера, минус 4 квадрокилл от Олоф Акьейдбера. Наконец-то он подключается, наконец-то вот есть уверенная твердая рука этого бомбардира шведского коллектива, но и сейчас вопрос, смогут ли остались взять последний раунд, если же они выйдут на этот 6-й, но это будет просто шикарно. Ну, Олоф намного лучше играет, чем на Инферно, это уже факт, и постоянно он принимает участие в замесах на Апланте при выходе команды Астралис на эту позицию. Астралис имеет неплохой бай на последний оружейный раунд, АВП 4 калаша, есть хороший набор гранат, 5 молотых, самое интересное. Девайс, делает минус на зелени, там нашли Джеспера, который, как всегда, здесь играет агрессивно и на стандартной позиции погибает в начале этого раунда и 3 килл для Датчана и уже стяжечка под Б. На оружейных раундах за всю сторону атаки, вот за 15 раундов, Астралис, по-моему, первый раз делает выход на Б. То есть там был просто пуш против экономического раунда, то есть он, ну, пуш такой, просто, потому что они понимают, что там эко и можно просто сыграть быстро. Но вот на оружейных это, вот сейчас будет первый выход за 15 раундов на Б-плэнт. Как по мне, это уникальная ситуация вообще. Экзамен для Плюши, откидывает он неплохо к донату, а ориентироваться нужно уже на Блэнт, минус Глэйв, но он и неплохо. Керби на размене, пушит просто нижнюю линию, и в меньшинстве, оказывается, команда Фнальсик, Оллов, Теннис, вместе с Клинтом, сейчас будут убивать точку Б. Но дело в том, что там уж слишком хороши позиции команды Астралис, Керби просто пропушил уже на тормоза. Еще один молот облетит на выход сити коннектора, но, ребят, тут все закрыто, тут все очень сложно. И, ну, это понимание сейчас есть в головах команды Фнальсик именно у трех бойцов, которые будут идти до конца. Понятно, что нужно как-то пытаться. Теннис уже отлетает от девайса, Клинт пытается, старается, но не получается. 9-6. Без шансов. В этом раунде ретейк на точку Б закончился. Видишь, вот, если бы Астралис, мне кажется, вообще использовали чуть раньше вот эту вот позицию Б плента, ну, то есть, хотя бы как-то фейковали, не знаю, раскидывали А, выходили Б. Они бы, может быть, даже больше бы раундов в атаке взяли. Ну, реально, то есть, из 15-ти один раз только выйти на Б на оружейном, это нонсенс. По-моему, что-то Астралис просто что-то тренировали какие-то раунды. Я не знаю, может быть и так. Ну, да, тренировались, да, вполне себе комфортного счета. Понятно, что сейчас Фнатик будут себя показывать в атаке, но и здесь уж эта агрессия, которую все пытался проявить JV, может сработать для команды Фнатик, потому что вот JV все-таки, да, вот ты уже высказался по этому поводу, то что несколько раундов очень важных он потащил, чуть ли не в соло, но несколько он, конечно, отдал, потому что эти пуши, зелени, это был просто какой-то бич. Ну, вот, кстати, первый раунд взяли оружейный Астралис, как раз-таки помнишь, когда я помню вообще два момента, когда JV пушил, то есть пушил и умирал без размена. Так, в принципе, у вас АВП, вот самый дорогой девайс у вас в команде, наверное, не должен быть свой, то есть вы в него вливаете деньги и, ну, он должен хоть кого-то забирать. А так, получается, АВП падает и дальше уже работа от всех остальных. Они понятно, куда смотреть. Остались тоже, кстати, пытались показывать, что они там под Б могут пойти, но все тоже держали в напряжении флюш, который там вынужден был остаться. Но в целом, вот команда, которая играет вчетвером на точке А, не должна вот даже столько раундов проигрывать, как проиграла Фнатик. То есть, ну, все же было для того, чтобы нормально сыграть, но вот сверхагрессия не позволила им быть на более комфортный счет. Хотя он и так хорош, да, 9-6, атака, берете пистолетку и все просто замечательно. Ну вот, если сейчас пистолетный раунд для Астралис, потом берется девайсный, а потом уже вопрос к команде Фнатик, что по тактике? Помнишь, мы вчера вспоминали ситуацию про Зеро, который играет постоянно люркером на Б, на Мираже у Хелл Рейзерс, что там вот он иногда просто чересчур нагло играет. О, неплохо тут, давайте, на вармапе. Вот что, вот здесь с Джи Ви та же самая история на зелени. То есть да, можно сыграть где-то точечно там раз, да, там поджать, потом ну выдержи несколько раундов паузу, поиграй пассивно, да, то есть дай своим оппонентам просто свыкнуться с той мыслью, что все, агрессии здесь не будет, ну вот сейчас, по крайней мере, этот раунд, следующий, ну вот перестал играть живее, ну дай им просто эту мысль, просто пускай ну, своими действиями дай им думать так, пускай они так думают. А потом опять же подбери точечный момент, опять сделай выпад и опять сделай выпад опять через какое-то время. А он, понимаешь, это как паровоз просто. Сюрпризов для датчан просто не было. Да, в какой-то момент они просто подстроились и вспомни, опять же, счет был 7-2, а закончилось все 6-9. Да, могло быть и лучше, дорогие друзья. У нас последняя пистолетка на этом потоке. Остались против Fnatic с вами судя Рухаб, ухо и Энканис у микрофонов и это пятый сезон ESL Pro League и действия от Fnatic в атаке. Есть уже раскидка от Кримза вместе с Флюшей. Есть два смока, четыре флешки и интересно, как они ими воспользуются. С другой стороны у нас Глэйв будет с дефузами и единственный парень, который закупился тоже смоков у всех остальных по бронежилетам. Ну, Астралис, не знаю, чуть ли не единственная, наверное, карта Детрейна, которая не играет с дефузами в пистолетном. В Fnatic выходит на точку Адживи, забирает Дюпри, девайс отвечает, Олокейтер заходит в коннектор, графичных хедшотов к Зипниксу. Флюша также находит минус на Глэйве и вот Керби может спасти этот раунд, потому что он просто заходит в нечитаемую позицию, с которой Fnatic просто не ожидали. Флюша слетает от Девайса, Девайс делает два минуса, как? Как это происходит? Деннис остается, но на самом деле там пока что нет дефузов, нет информации, как же будет дальше действовать у нас Деннис, действует как раз-таки через дроп, есть уже у нас щипчик у Девайса, он просто садится и будет дефузить. Эту бомбу пытается защищать его Керби, не выпуская Деннису, Деннису нужно уже выходить и поставить этот хедшот, но его не будет, наверное, Деннис сам получает с головой Керби вместе с Девайсом тачат этот раунд, минус два и минус три от них и команда Fnatic полностью проваливает этот выход, они поставили бомбу, у них были все позиции для того, чтобы победить на этом пистолетном раунде, но они не смогли просто законтить какие-то непонятные прыжки, выходы, пики. Зачем же так жить? Как-то очень жестко здесь ретейкнули. И ты видел, вот Керби заходил и его там совершенно никто не ожидал. Он там сделал один минус, но он мог и два минуса легко сделать. Ну, смог там немного отморозиться за смоками, соответственно, воспользовался Перемкой, у нас уже первый минус от Дюпри на теннисе, это все было на верх-низ и, соответственно, очень сильно проседает Джей Ви. Выпытка выйти через мейн уже не увенчалась успехом, Глейв пушит дальше эту позицию, Крим все-таки вышел и забил. Все, каждый сам за себя здесь в этом раунде. Выход на точку А, Керби все же запирает Кримза, но это карва, дорогие друзья. Девайс вместе с Дюпри, по минусу Джей Ви и Олаф не запомнится в этом раунде. Ничегошеньки они не сделали. Флюша последний, один в пять, это восемь, девять, это уже минимальное преимущество и команда осталась, конечно, в огне сейчас. У них все получается, все идет, но после этой пистолетки и Фнатик могут сильно просесть. Почему? Да не сильно, я не думаю, что не сильно просяду. Тут, ты знаешь, вопрос даже был не в пистолетке, а вопрос был в том, какая атака сейчас будет от Фнатик. Вот, вот в чем вопрос. И как Астралис собирается фокусить ее. Но что интересно, вот Астралис совершенно не меняет свои девайсы по сравнению с предыдущим раундом. Три USB, две Мки. Фнатик подходит под мейн, возможно, сейчас мы увидим не до какую-то раннюю агрессию в мейне. Да, смотри, сейчас буквально, я думаю, флешка-флешка и выход. Готовы Астралис к этому? Четыре игрока на точке А, полетел флеш, полетела флеш, уже есть инфа, поверх, низкий арбай абсолютно красный, Деннис скидывает флешки, начинает двигаться, глейв, на центральном вагоне, все в смоке, все в флеш, Кюпри забирает живи, Деннис разменивает, Девайс также подключается, забирает Денниса, Девайс, отличная стрельба от него, он Олаф Мейстер подключается, в итоге ситуация 2 в 3, Олаф, отличная работа от него, уже 2 в 2, и нужно сейчас выдохнуть, нужна пауза, нужно Кримзу и Олаф Мейстеру оценить ситуацию. Слишком много экшена у нас, было, слишком много экшена, но вот в итоге по ХП победителями оказывается связка Кримз вместе с Олаф Мейстером, это некогда самый смертоносный дуэт, наверное, который пришел из тех самых ЛДЖБ и Спортс, и просто всех, ну, я не знаю, разгибал, казнил, и все у них получалось, ну, это действительно у нас такое уже есть слово, это можно запатентовать даже, ну, выход у нас будет через тупик, стычка Олаф Мейстера вместе с Глэйвом не залетает пока что, ну, вот классная позиция сейчас у Дюпри, он все-таки прожал вражескую десятку, и по нему пока что, может быть, и нет информации у Кримза и Олафа, нет, есть информация, НК нестеправ, это выход команды Фнатик на 10-й раунд, все-таки смогли ребята сейчас ответить, они не просели, вот это, после этой пистолетки, после череды, вот, не самых правильных решений, и смогли ответить, и сейчас уже под ноль закупается команда Астралис, появляется АВБ у Девайса, Максим у Дзипикса, и 3Мки, вот Дюприг, видно на карте, я вот только что хотел отметить, что он очень неуверенно отыграл в этой ситуации, 2 в 2, нажимаю таб, смотрю, у пацана 4 фрага, буку, да, есть такая буква в этом слове, Девайс, открывается, есть уже минус по GV, это, кстати, было под точкой B, которые могут даже пропушить экзипикс и компания, есть первый, еще минус МАК 7, уже второй по счету в этом раунде, экзипикс неплохо работает, чувайс, отключает Олафмейстера, и вот так вот, заканчивается, эти выходы от террористов, уже Флюша вместе с Деннисом спрашивают, все подевались, ребята, Флюша все-таки дальше борется, забирает Глэйва, Деннис также спадился у нас под точкой B, Флюша еще один хэдшот, залетает под Юпри, Деннис идет дальше под B, в принципе, вдвоем здесь можно руливать ситуацию, но позиции, конечно же, не очень хорошие, еще и бомбу забыли на террористовом спауне, но и экзипикс не пропускает Флюша дальше, чем Сити коннектор, последний Деннис, ну, здесь уже, наверное, сейф. Но здесь в минуту двадцать три, то есть, сколько прошло там, двадцать пять секунд из начала раунда, у Фнатик уже было два игрока, то есть, даже не успели, даже тактику какую-то, наверное, обсудить, что вообще мы играем, какой-то, видимо, дефолтик начинали, на зелени один погиб, один в коннекторе перед B погиб. Дело в том, что остались, как раз-таки, в этом раунде сыграли так, как этого не делали Фнатик, то есть, они не поджимали вообще коннектор, не было там АВП, хотя, мы с тобой отмечали, что в один прекрасный момент у Фнатик в защите было два АВП. Вот почему не сыграть вот так, как только что сыграл, например, девайс, сыграл Кзипикс, который тоже, имея максимум, поджал, и в близ дистанции ликвидировал соперника, забрал у него девайс, и там уже будет в этом раунде играть Сака 47-м. Ну, вот, как-то более что-то интересное предлагает, не только поджимами зеленями, едиными, сейчас попытаются запомниться остались в этом и трейна, трейне, вернее, простите, и вот пистолет от команды Фнатик, выход на точку А, девайс, посмотрите, позиции, промахи, но очень красный там, GD1 хп, 22 от Кримза, 60 от Олотмейстера, наконец-то, есть первый минус, девайс не промахивается, все-таки уезжает, вот же, видите, прии, кровавая баня просто в этом Тимэне, но не ожидал увидеть, это печальное окончание данного раунда для шведов, это 10-10 временно нича. Прижилек смерти, GV, наверх-вниз, ну, кстати, вот по статистике, вообще, в целом, мы видим, что команда Фнатик идет очень ровно, очень ровно, здесь особо никто не выделяется, никто не выпадает, вот GV мы отмечали в первой половине, но во второй пока действительно он включится не может, да и как в целом вся команда Фнатик из пяти раундов они взяли только один, и вот что дальше, что вообще дальше и какие решения, сейчас довольно быстро, они выходят наверх-вниз, там GV делает только один минус, так, интересный раунд сейчас может получиться для шведов, хорошие смоки, можно ставить бомбу, тебе на плите забирает олов мейстера, заливает на 30, ну что, бомба устанавливается, но меньшинство здесь для шведов. Там через смоки очень много урона наносят все-таки сейчас ребята из команды Астралис, бомба поставлена, многое будет зависеть от Денниса, у которого АК-47, флюшу уже не дочитали Астралис в этом раунде, 2 в 4, выпад от Денниса, отменяется, Дюбри, конечно же, очень круто сработал вместе с своим тиммейтом, который как раз входил через тупики, Кримзан находит, бомба будет разминирована, это 11-10, Астралис все-таки выходит вперед. Слишком легкий вообще ретейк для Астралис. То есть Астралис выходят, вернее, Фначик выходят на А, делают размен ситуации 4 в 4, приходят, ставят бомбу и Астралис, делая ретейк, не теряют одного человека. Ни одного человека не теряют при ретейке. Это законно вообще? Это не законно, это что-то нелегальное и в целом то, как команда Астралис играет в защите, это пример для подражания, наверное, для многих коллективов. То, как они прикрывают друг друга, то есть это самое главное. Есть какие-то выходы, вот миллисекунда, вот Деннис, выпад, замечатель соперника, но тут же отлетает от успешных действий, например, Дюбри, который тоже сделал выпад через коннектор. Команда осталась просто настолько круто настроена друг на друга, вот чувствуют вот ребята и никого не дают в обиду. Это самое главное и это вот резюме просто игры датчан на поездах. Девайс находит уже Денниса, Девайс уже второй минус, ZipX не пропускает алофмейстера и уже кровавая баня по точке Б. Последний у нас Кримс, который совершил все-таки свой выход на точку А, забирает за плентом Керби, есть АК-47 на руках, но слишком много противников, которые нужно ликвидировать и не получается забрать никогошеньки. Это Клейв, который сделал хороший выпад 12-10 и сейчас команда Фнатик будет отвечать. Будет ли тащить вообще этот трейн? АВП появляется у ДжиВи, интересно, куда пойдет сейчас Джеспер, 4 АК-47 у остальных. Но вот ребята уже пробовали выходить под раскидку на точку А. Работал у нас верх-низ попытка выйти в коннектор тоже была, учитывая то, что там работала АВП, ничего не получилось у атаки. Зелени пока что я не видел у команды Фнатик. Ну вот Климс уже выходит на хорошую позицию, правда прилетает ему здесь Молотов, сейчас он будет его тушить, очень много хеллпоинтов он потерял, 36 хп остается так же и летит граната, но правда пока без дэмэджа. Ну вот ты знаешь, мне кажется, что Фнатиком все-таки стоило... Климс доходит минус наверх-низ, там Глейв занимал эту точку, и он даже не ожидал здесь увидеть Фредди Йоханссона. А-а-а... GV минус по дюбри, где это все происходит? А-а-а, GV в мейне, вот так вот. 瑞ри, Фнатики проявив точечно агрессию, вот в начале раунда заняв за счет Климса выгодную позицию в медле, уже сделали два минуса. И вот теперь ситуация 5-3, и нужно пробовать заходить дальше на точку А. Климс внедряется на Аффтек. Девайр! Как он там... Климс не хватило патронов, не перезарядился. Соответственно, в любом случае тут все очень спокойно, Команда из нас, нужно поставить бомбу. Кримс остается красный, но главное, что живой погибает. Все-таки зиппинг, взлетает через смок. Денис находит Керби, и последний девайс тоже был ликвидирован флюшей. Но здесь, на самом деле, интересно, почему команду Асталис не смутило то, что за голубым вагоном был смок. То есть они бросили туда Мотов. Он тут же получается так, что потушился о смок. Да, да, да. И почему-то как-то не прочекали именно эту позицию. Глейв продолжал поджимать верх-низ. И получил просто спину от Кримзака, который тушил. Этот Молотов, который горел, в свою очередь, под ним. Так что здесь совсем уж как-то... Не то чтобы расхлебано, но подошли без внимания к этому... Вернее, к предыдущему раунду Асталис. Уже в этом, в девятом по счете, теряют они девайса. Это минус от флюши, который работает с очень интересным девайсом. Который летит Джасперу в Экс. Ну, к зиппингс находит минус по Денису. Который решил в соло действовать через коннектор без действий своих тиммейтов. То есть не дожидался вообще перетяжки. Соответственно, за это и поплатился. Как же круто здесь сыграл к зиппингс. Проявил инициативу. Поджал под смог. Сделал минус и... И вот здесь вот тоже должен был делать минус. Но флюши его перестрелял. Так же, как и Джи Ви своего оппонента. Это был Дюбри, который выходил из коннектора. Глейв находит в спину. Джи Ви почему-то не ожидает здесь увидеть... Своего противника. И Киарби с Глейвом. Киарби, правда, уже отлетает от Кримза. Вот команда Фнати как-то включилась. Как-то нащупала все-таки слабые места своих оппонентов. И вот уже берут второй раунд подряд. И как-то вот эта уверенность от Астрали в защите потихонечку пропадает. И Фнатик, смотри, показывает два раунда на разные точки. То есть первый был выход Плэнт А, опять же, инициатива от Кримза и Джи Ви в мейне принесла плоды. В этом раунде Флюша взял АВП по Респу, отстрелил, потом и вернул это АВП Джи Ви. И в итоге Фнатики сместились на Б, хотя, несмотря на то, что Экзипик сделал минус в ответ, но опять же, в целом Фнатик очень четко и качественно друг к другу хелпая, вышли на Б Плэнт, поставили бомбу и взяли очередной раунд. То мы видим, что экономика для Астралис хорошая, но денежки, как всегда, имеют свойство заканчиваться. И УМП, 3Мки и АВП, такой сетап от Астралис. Ну и вот теперь Фнатик, наверное, понимает, что если даже сейчас есть деньги у их оппонентов, то наверняка последние. Сверхважный раунд. Ноглядываясь на это для команды Астралис, летит смог на зелень. Там, кстати, три игрока команды Фнатик готовы действовать. Ну и, соответственно, только через 15 секунд у них это получится, потому что смог уже несколько действует на этой точке. Флюша работает через В-дом. Ну, так, закрыто пока что. Фнатик начинает. Они ожидают поджима. То есть они ожидают того, что Астралис будут действовать нетипично. То есть Флюша, вот вообще закрытая позиция. Возле душевой. Ну и, соответственно, возле мейна вообще действует у нас Деннис. ВП 45 хп, у него осталось после первого контакта. Выход просто поджигал на зелень. О-о-о! Забирает Гербе, который был не готов. Наверное, на КТ переслил Кэллов. Еще одного забирает. Это был Дюпри. И поджигается у нас дроп. Там находится только один Клэйв, который успевает забрать к ним за и будет действовать дальше. Через эту позицию Девайс также находит противника. Ситуация 3 в 3. Это сверх напряженная ситуация. Бомба будет поставлена под смог. Этим делом будет заниматься Флюша. Но Деннис вместе с Олафом нужно его прикрывать. Как же круто. Сейчас Fnatic вышли на точку А, но очень достойно ответили Астралис. И получили рабочую ситуацию 3 в 3. Девайс с АВП на зелени. И, возможно, сейчас Олаф очень сильно удивится. Но если Девайс кинет флешку, конечно, он покажет свое месторасположение. Да, откидывает Девайс флешку. Олаф играет очень сейфово. Глэйв выходит с коннектора делать минус по Флюше. Девайс откидывает Смок на плен. Этот Смок сейчас просто, наверное, выиграет раунд. Нет, этот раунд выиграет Девайс, который откинул Смок и сделал 3 минуса. Очень жестко, очень круто отыграл здесь Николай Ритц. 13-12 и Fnatic проигрывает раунд, который, ну... Ты знаешь, вот чисто по математике они не должны были проигрывать. Они вышли на Аблэнс, делали 2 минуса, ситуация была 5 в 3. Ну вот, опять же, одна из самых распространенных проблем всех коллективов. Когда вы выходите на точку А в атаке, в первую очередь вы должны смотреть спину. То есть вверх-вниз. И вот в данном случае эта позиция сыграла на 100% для Астралис. И вот Fnatic уже законтролили спину и проиграли предыдущий раунд. Во многом благодаря как раз-таки отсутствию контроля этой позиции. Ну и сейчас уже стресс экономики команды Fnatic, дорогие друзья. Есть два тэка, два АК-47, я ВП от Олфмейстера. И один из автоматических девайсов уже сработал. Это Деннис, который ликвидировал Глэйв. Глэйв слишком агрессивно играл наверх-вниз. Это уже вот та самая позиция, которая не должна проигрываться. Да, и Деннис под свой же смок спускается. Этого могут не ожидать игроки команды Астралис. И перетяжка идет у нас на точку Б. Девайс спустит с Zipix, там будут находиться. Дюпри вместе с Кьерби оставляет на А. И это уже возможно для Fnatic вернуться. Помнишь, я говорил про холд, который я отмечал на Inferno? Вот сейчас Fnatic разыгрывает такой же холд. И этот холд сейчас приведет к тому, что Кьерби придет к ЖВ. И GV просто его пересталяет. Да. И непонятно почему. Зачем, GV? Ты стоишь, ждешь. Зачем ты сейчас переключаешься? Что это за мясные вот эти вот прикольчики такие? Это же это мясное. Еще одна секунда, и я могу просто играть очень-то наказать. И было бы, наверное, логично, чтобы он наказал. Но все-таки смог GV забрать пушащего оппонента. Еще один пуш на верхней здании. Встречает Dupreeze. Здравствуйте, дорогой мой друг. Зипикс вместе с Девайсом уже могут идти на сейв. Это уже 5-2. Это уже не вытаскивается. Слишком все сложно. 13-13. Хотя Девайс на чеку еще действует через тупики. Попытается забрать противника на зелени. Теряется поддержка от Зипикса. Ну и Николай Арица тоже будут загонять. Там Деннис ближе всего находится к сопернику. Это последний минус 5 в ноль. Просто остались. В этом раунде совершили слишком много критических ошибок, за которых их наказали противники. И вновь нет денег у команды остались. И я напоминаю, что Снатик тоже в предыдущем раунде закупались под ноль. Тут продолжается сумасшедший просто качели. Непонятно, кто же все-таки победит. И мы давно с тобой, Алексей, не обращались к статистике. Девайс 30-14, но команда где-то в каких-то моментах просто не поддерживает своего Снатика, который действует за гранью. Я тебе говорю, там Глэйв закинул. В предыдущем раунде вот этот пуш вверх-вниз я вообще не понял, если честно. Ну, ты же понимаешь, что там могут быть плохие девайсы. Даже ТЭК, ну любой другой пистолет может там сработать. У нас выход на точку Б, и это два минуса легчайших. Для Флюша и Кримзак, Зипикс и Клейв проваливаются. Но это были только пистолеты, соответственно, ну, другого исхода мы, наверное, не ожидали в этом раунде. Живи находят Керби, Дюпри и Девайс. Ну, как кого-то забрать Дюпри не получается. Последний Николай Риц. Ну что, это было Эко. Сейчас будет закуп и без права на ошибку для Астралис. Сейчас девайс находит минус по Флюше, тут Кримз отвечает. Все хорошо. Ну, сейчас Глейв наверняка кинет АВП Девайсу. Я думаю, он должен это сделать. Сам останется с EMP. Зипикс также купит эмочку. Ну, этот закуп сейчас от Астралис, закуп на возвращение в игру. Вот, кстати, пауза. То, о чем мы говорили, не было паузы на Инферно. Сейчас пауза залетает. Да, первая пауза в конце второго матча. Да, ребята. Это действительно событие в рамках матча по Астралис против Фнатик. Ну, были сложности у шведов на Инферно? Не было паузы. Но сейчас наконец-то включился тренер команды Астралис. Зоник сказал. Ребята, вообще, что происходит? Почему пуши? Почему у нас вверх-вниз отдается? Почему капитан команды не поддерживает команду, не выступает первым номером? Отдается и получается то, что вы действуете 4 в 5 практически в каждом раунде. Ну, не в каждом, скажем так, но в самом важном раунде есть такой момент, что кто-то ошибается. И, соответственно, Фнатик получает себе преимущество, которое они потом реализуют. Ну, вот в рамках этого трена было несколько раундов, которые Фнатики сами продавали. Мы все помним этот пистолетный раунд, где очень круто отыграли игроки команды Астралис. Фнатик, имея большинство, просто его разбазарили без шансов. Ну, здесь уже, конечно, девайсы компании должны как-то подключаться, должны выходить из самого завидного положения. Как сработает АВП? Это тоже важный вопрос. Иглейв, за которым, конечно же, должок. Вот этот верх-вниз и выход с террорского мейна – это отчасти его проблема и его ошибка. Но при том, что на самом-то деле Глейв всегда отвечает за позицию. Но как-то вот обычно он отыгрывает намного надежнее. Слишком агрессивно, то есть не подстать тому, как он действует вообще. То есть у тебя не летит, так зачем агрессивничать? Все-таки нужно сыграть вместе с командой. Здесь же Глейв даже не стал занимать верх-низ, тут же летит Мотов. Смог тут же его тушить. Соответственно, Кримс не сможет действовать дальше через эту позицию. Ну и пока без первого минуса нагнетается ситуация в этом раунде. Неважнейший момент для команды Астралис, для болельщиков, для всех ребят, которые поставили на эту команду. Но ФНАТИК понимает то, что у них сейчас есть преимущества. Есть сейчас момент для того, чтобы выйти на счет 15-13. И у врага не будет денег. Сейчас опять же-таки в головах должно появиться вот то, что ребята, все-таки они слабые. Нужно их просто добить. У них там может быть АВП, но может быть очень мало раскидок. Соответственно, первые арморы. Может быть даже несколько или один набор дефузов. Так что мы будем действовать очень медленно. И просто будем заставлять противника совершать ошибки, которые он уже совершал и не раз. Девайс играет на хелпе здесь в коннекторе. Присматривает он точку Б, верхнюю волну. На пленте стоит Кзипекс, который смотрит выход на нижнюю точку. Ну и вот здесь Деннис уже в медле. Играет очень аккуратно. Дюпри просматривает позицию между. Второй тайминг для Денниса. Деннис сейчас может зайти на плент. Минус Глейв! Ой-ой-ой, какая проблема сейчас для Астралис. Но вот здесь вот Дюпри. Дюпри очень много зависит на этой позиции. Он делает минус в ответ. Начинается заход команды ФНАТИК. Лофейстерс Зелень выходит забирать Дюпри. И Деннис сжигает Девайса. Девайс, который играл с АВП на хелпе. Вот сейчас Хербайк, который совершенно здесь не читается почему-то. Два минуса в ответ. Ситуация 2 в 2. Джи Ви очень сильно потерял по хелппоинтам. Он стоит в мейне. И Лофейстер отдал зелень и ушел к Джи Ви. А вот насколько это будет решение? А тут на двух логах не читать. На самом деле неплохое решение. И Олак все-таки убивает к Дюпикса. И Хербер решает выйти на размен. А АВП там не читалось, дорогие друзья. Вот так вот заканчивается этот раунд 15-13. И это матч-поинт. Сейчас должны Астралис тащить. Ну, Керби, конечно, старался. Это был очень интересный раунд. Это почти ГГ. Это была, ну, просто, я не знаю, сфера напряжения. Просто на этой точке А. Бомба поставили на ситуации 2 в 2. Но все-таки Фнатик оказались сильнее. Нервишки, конечно, шалят сейчас. У команды Астралис. Закупается датский коллектив. Есть МАК-7, пистолеты. Есть фармган. У Девайса и Керби. Ну и, конечно же, Фнатик, которая начинает этот раунд очень медленно. Они поднимают то, что ребята нужно добить раненого зверя. И выходить на 3 очка в рамках ЕС Аль Крулиги. Смогут ли они им помочь? Вот в чем вопрос. Ну, должны. Очень интересная позиция. Посмотри, где находится Денис в очередной раз. Вышел на точку А и может убить Час Клэйва. Нет, не получается. Керби там настрелил спину. Клэйв все-таки ликвидирует соперника. Девайс не выпускает Джей Ви. Ну и Дюплин на верхниз тоже не пропустит противника. Это Максим, который в этой ситуации, в этой позиции смехтоносный. И Керби находится еще и уловмейстера. Как же так? Снать их по одному просто отдались. Выход на точку Б не состоялся. Клинс погибает от Девайса последних Клюша. И его хватает только на одного противника. 15-14. Неужели это будут допы? С ужасным таким закупом Астралис взяли раунд и фначики вот показали слабость. Показали слабость и где-то возможно даже не хватило концентрации на последний раунд. То есть может быть уже даже где-то поверили в свою победу и расслабились. Расслабились и проиграли раунд команде Астралис, которая была, ну, с очень плохим баем. И я даже не знаю. Как все быстро закончилось, да? То есть опять же команда Афначи вроде как разыгрывала какой-то дефолт, но на всех позициях перестреляли оппоненты. Джеймис ОВП нападет минус на зелье. Они также Деннис. Что происходит? Это выход на точку А. Деннис, Флюша открывается отлично на трансформаторе. Флюша. Жесть. Жесть. И это уже точно ГГ. 16-14 в пользу команды Фнатик. Керби 1 в 4. Мертвая ситуация для него. Есть Дефлюша, есть Молотов. Но Флюша здесь просто танком проехался в последнем раунде. В итоге сделал три минуса и команда Фнатик все-таки побеждает на карте Детрейн. Это была очень интересная матч. Спасибо обеим командам за это сделище, которое они нам показали на карте Детрейн. Но вот все-таки небольшие осадки остались после некоторых раундов. Особенно вот как проиграли Фнатик один из важнейших раундов при счете 13-15. И вот таким же ключом остались только что проиграли раунд. У них было все для того, чтобы выйти на эти допы. Но вот выходы, индивидуальный скилл, стрельба в голову, смертоноснейшие выходы как раз-таки команды Фнатик. Здесь с этим не смогли поспорить датчане. Соответственно, у нас счет 1-1. Команды зарабатывают по 3 очка. И здесь уже начинается, наверное, самое интересное в рамках пятого сезона SL Pro League европейского дивизиона. Фнатик остается на седьмом месте. 33 очка. Остались на третьем месте 42. Ну, Норс, понятно, уже 51 у них уже. Они еще вторую карту против NIP выиграли. Соответственно, Норс это вообще однозначные победители европейского дивизиона. Но вот самое интересное, конечно же, будет завтра и уже на следующей неделе, когда команды будут бороться за это топ-6. И на грани вылета у нас, ребят, команда Na'Vi. 39 очков, Face на шестой позиции и Mouth Sports вместе со Stralis тоже себе еще не на 100% забронировали это место в LAN-финале в Далласе. Так что я думаю, что дальше команды будут только потеть. Фнатик, в принципе, сейчас выходит на ту ситуацию, когда у них есть еще 4 матча. И во всех нужно побеждать, но при этом они зависят от всех абсолютно команд, которые имеют вот 39 и 42 очка. Это остались Mouth Sports, Na'Vi, G2 и Face. То есть, если кто-то из них будет проигрывать, то фнатики еще могут попасть на вот последнюю ступеньку вот последнего вагона в Даллас. Если же нет, то, наверное, шведов этих мы не увидим в рамках этого LAN-финала. Ну и нужно еще отметить то, что завтра будет важнейший матч для Natus Wincer. Игра против Mouth Sports, которые очень неплохо отыграли последние матчи на ESL Pro League. Также эти очки, которые будут разыгрываться в этом матчапе, важны и для Mouth Sports, и для Na'Vi. Потому что мы знаем о том, что перед тренером стоит главная задача на ближайшее время. Это LAN-финал как раз-таки ESL Pro League. Ну и в любом случае, приходите завтра, будет третий день, не третий, ну, уже это предпоследний по факту, третий, я имею в виду, на этой неделе. День, в котором будет очень много решаться и будут сыграны очень важные матчи. Друзья, спасибо вам еще раз за то, что вы сегодня были с нами у ХНК, не студия РУХАП. Для вас с удовольствием комментировали ESL Pro League, европейский дивизион. Добра вам, денег, позитива и хороших снов. До свидания.